Опасность, которую легко не заметить. В областной центр приехала республиканская информационно-разъяснительная группа по вопросам религии. Эксперты проведут встречи с Петропавловской и еще молодежью из Казалжарского и Акаинского районов. Затем отправятся в другие регионы страны. Моя коллега Дарья Пышмынцева пообщалась со столичными специалистами. Как добиться успеха найти дело всей своей жизни и открыть бизнес? Тренинги на эти темы самые популярные среди молодежи. Но столичные эксперты приехали в Северный регион, чтобы поговорить не об этом. На встрече с представителями поколения НЕКС обсуждали опасность деструктивных религиозных течений, а также способы их распространения. Цель таких мероприятий – разъяснить молодежи, что есть свобода вероисповедания, есть свобода права выбора, но вместе с тем есть ответственность за сохранность, за сохранение стабильности в государстве. Молодежи свойственен максимализм, поэтому зачастую внедрять в них идеи деструктивности является, опять-таки, более эффективным, чем переубеждать взрослого состоявшегося человека. Социальные сети, в которых молодые люди находятся сутками – это не только удобный способ общения и поиска новых друзей. На просторах интернета незрелые умы поджидают сторонники деструктивных религиозных течений. Все начинается с простой интернет-рассылки, которую не все воспринимают как спам. Некоторые из любопытства открывают ее и попадают на сайт или паблик полной фотографии, статей, видеоматериалов религиозного содержания. К такой информации нужно относиться выборочно, говорит замдиректора научно-исследовательского аналитического центра по вопросам религии Пауржан Ширьязданов. В первую очередь влияние деструктивных течений связано с отсутствием грамотности у людей, недостаток информации для молодежи. Для этого мы проводим эти мероприятия. И, конечно, недостаточная еще работа проводится в социальных сетях, которые, к сожалению, заражаются этими идеями. Поэтому мы сейчас предлагаем усилия и в центральных органах наших министерств и комитете по делам религии. Уделяется особое внимание по работе в социальных сетях, анализу, экспертизе их. После Петропавловска республиканская информационно-разъяснительная группа отправится в Козелжарские и Каинские районы. Затем столичные эксперты поедут в Костанайскую область. В планах провести такие встречи с молодежью во всех регионах страны. Дарья Пашмынцева, Данил Тарасов. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова